В Североказахстанской области с начала паводка затоплено почти 200 жилых домов в 15 населенных пунктах. Вместо трассы сплошной водный поток. Жители дачных массивов, расположенных вокруг Ак-Тобе, оказались отрезаны от города из-за разлившейся реки. В Шымкенте повысили тариф на воду. В Караганде состоялся чемпионат по смешанному боевому единоборству. В Североказахстанской области с начала паводка затоплено почти 200 жилых домов в 15 населенных пунктах. Талая вода нанесла ущерб. Пострадало имущество и скот североказахстанцев. К счастью, человеческих жертв нет. Пришла вода и в село Смирнова. Местный житель Александр Кустов говорит, что вода прибывает. В считанные дни уровень затопления достиг 20 сантиметров. Вода с пятницы идет. Откачивают на сутки. Целыми сутками работают. В пола все повзгувались. В Акимат звонили, в город звонили. Приехали, пять бочек откачали только и все. И больше никто ничего не делает, пока дорогу сами не перекопали. Жители села жалуются на местные власти. Снег вовремя не убрали и поэтому теперь затапливают жилье. В Смирново это порядка 30 домов. Из Астаны на помощь в борьбе со стихией прибыли 8 специалистов и 3 машины. Представители ЧАЭС еще с февраля говорили об уборке снега, которая, по их словам, проводилась по плану и своевременно. Сейчас выяснился еще один интересный факт. Сточные трубы забиты мусором. Трубы не менялись где-то с 70-х годов. Поэтому очень много проблем из-за того, что трубы засорены. Ну и сама погода, сами видите, в течение двух лет летом шли дожди. Земля перенасыщена просто водой. Поэтому вода не уходит. Она ищет путь, а путь единственный в дома жителей, в сараи жителей. Поэтому сейчас все отводы делаем активным образом. И я думаю, вода уйдет. Специальная техника прибыла и в район Шалакы, на город Сергеевку и село Жаножол. Специалисты отмечают, что риск затопления и других населенных пунктов по-прежнему высок. Вместо трассы сплошной водный поток. Жители дачных массивов, расположенных вокруг Ак-Тобе, оказались отрезаны от города из-за разлившейся реки. До города рукой подать, но так кажется лишь на первый взгляд. Вот уже который день эти люди отрезаны от большой земли волею обычных природных явлений. Дороги и тропинки скрылись подталыми водами. И на протяжении всей трассы протянулась река. Чтобы добраться до ближайшей насыпи, приходится делать крюк порядка трех километров. Мы не можем выбраться по-другому, только в обход. А у всех дети ни в школу, ни в детские сады теперь не добраться. Мы сами на работу выходим за два часа. Что-нибудь, наверное, можно придумать. В домах сухо, но тут большая проблема. Каждый год не можем пройти на работу, на машине добраться никак нельзя. Никак нельзя. Вот вода где-то 15 дней бежит здесь. 15 дней это сто пудов. Вот на работу добираемся, опаздываем постоянно. Не знаю, как это решить. Какие меры принимали, куда обращались? Ну, звоним в Акимат, там разрешения не дали. Говорят, нельзя здесь мост строить. Ну, не знаю. ДЧС в курсе, но пока мы никакой помощи не видим. И если бы был мост, то нам бы не пришлось так мучиться. Будем в Акимат обращаться, пусть меры принимают. Сами дачники подтверждают, что по статусу их постройки относятся к садоводческим, а не жилым. Тем не менее, это для них остается единственным пристанищем в городе. Многие семьи перебрались сюда из районов, отстроились, нашли работу. Хотя власти неоднократно предупреждали, дачные массивы не предназначены для постоянного проживания. И рассчитывать можно лишь на меры экстренного характера. В ДЧС области сегодня официально подтвердили, что ситуация в коллективе Аксуд находится на контроле. Необходимые ресурсы задействованы. Жители от эвакуации отказались. На месте организовано дежурство. В Шемкенте повысили тариф на воду. В общественных слушаниях приняли участие представители общественности, антимонопольного департамента и депутаты городского и областного маслехатов. За последние 15 лет водопроводные сети ТО «Водные ресурсы маркетинг» вложило почти 14 миллиардов тенге. Часть денег заимствованы в долларах и евро. Как утверждают водники, средствами они распределились умом. Именно благодаря этому город потребляет чистую воду. Начиная с 2001-2015 года заменено 796,8 километров изночных водопроводных сетей диаметром от 32 до 600 миллиметров за счет освоения инвестиций. В том числе за 2015 год 44,8 километров. В результате достигнуто снижение аварийности на 100 километров до 33 процента. Снижение удельной нормы расхода электрической энергии в 4 раза. Обеспечивается беспроводная подача потребителям. Независимо летом и зимой у нас по обеспечению водой проблем нет. Именно инвестиции, вложенные в развитие водопроводных сетей, главная причина повышения тарифа, говорят сотрудники ТО. В 2009 году компания взяла в Европейском банке реконструкции и развития кредит 40 миллионов евро. Но в результате девальвации тенге понесла потери. Обоснование повышения водники изложили на нескольких листах, почти убедив в необходимости экспертов антимонопольного департамента. За счет девальвации у них получаются затраты такие, вторая девальвация волны пошла, то же самое. Поэтому, конечно, сейчас в данный момент они свои силы, свою прибыль тоже отпускают на реконструкцию. Потом надо учитывать, что и заработная плата у них не слишком высокая, десятое место занимает в республике. Понимаете, это, я считаю, обоснованно, поскольку идет все на реконструкцию и на развитие наших сетей. Помимо специалистов на слушаниях присутствовали и председатели домовых комитетов, также принявшие участие в обсуждении тарифа. Против повышения тарифа на воду сегодня никто не выступал. И депутаты, и домкомы понимают, что с девальвацией все вокруг подорожало. Поэтому и предложение увеличить стоимость кубометра не стало неожиданностью. И я думаю, если от этого зависит качество и постоянная подача воды, небольшое повышение оправдано. Водники предложили повысить тариф до 79 тенге за кубический метр воды. Но по таким расценкам стоимость будет рассчитываться для юридических лиц и государственных предприятий. Для населения повышение будет не столь значительным, обещают сотрудники ТО «Водные ресурсы маркетинг». Окончательное решение по тарифу будет принято до конца текущего месяца. В Караганде состоялся чемпионат по смешанному боевому единоборству. На ринг вышли более 30 спортсменов различных клубов. Это направление одной из самых быстро развивающихся видов спорта не только в Казахстане, но и в мире. Первый клубный чемпионат Караганды собрал спортсменов со всех районов города. Смешанные боевые единоборства – это универсальный вид спорта, сочетающий множество техник, школ и направлений. Официальная часть мероприятия не заставила себя долго ждать. Всем с нетерпением хотелось выявить лучших. На чемпионате будут принимать представители более пяти клубов участия. Я всех еще раз представлю, руководителей клубов, общее количество участников около 35 человек по заявкам. Специальная пресс-конференция по случаю собрала именитых спортсменов, судей соревнований и тренеров. Почетным гостем чемпионата стал двукратный серебряный призер чемпионата мира по ММА Махмад Сулейманов. Для молодежи это очень важно. Дело в том, что сейчас это такой серьезный турнир, и на этом турнире легче обкатываться молодежи, что в будущем они себя очень легко чувствовали на больших аренах. Развитие и популяризация смешанного боевого единоборства ММА – одна из основных задач чемпионата. Такие соревнования призваны выявлять сильнейших спортсменов среди юношей, чтобы в дальнейшем они могли войти в основной состав сборной Карагандинской области. ММА чем еще хорош, тем, что все виды спорта, которые существуют – легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, футбол – это трамплин для ММА. Это большой трамплин для ММА. Они там завершают и приходят в ММА. И ничего, можно в 20 лет начать заниматься ММА, и к 25 годам можно быть уже хорошим бойцом. Но, естественно, это человеческий фактор, и все зависит от самого спортсмена. Потому что тренерский состав, федерация, мы только помогаем им добиться тех или иных результатов. Почти 15 человек были отмечены памятными подарками по итогам состязаний. Все они стали обладателями первого места в своей весовой категории. Такие мероприятия позволяют понять уровень подготовки каждого и дают направление совершенствования на будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова